Масонский культ глобалистов-соцепоклонников в НАСА В своей книге «Разоблачение знаменитых масонов» я показал, как Николай Коперник и Иоганн Кеплер, Галилео Галилей и Исаак Ньютон, четыре праотца глобалистической гелиоцентрической доктрины, все позировали для масонских портретов, показывая различные символы и положения рук, обозначающие их принадлежность к братству. Галилео позирует на фоне шахматного масонского пола, Кеплер со знаком «спрятанная рука», и все четверо из них позирует с масонским циркулем и глобусом, показывая рукой масонский знак «М». Сэр Исаак Ньютон даже был посвящен в рыцаре королевой Анны в мастерской ложе Тринити-колледжа. Немыслимое число астронавтов НАСА, сегодняшних пропагандистов глобалистической гелиоцентрической доктрины, также были или являются масонами. Джон Гленн, дважды сенатор США и один из первых астронавтов НАСА, является известным масоном. Бас Олдрин-младший, второй человек, солгавший, что ходил по Луне, обладатель масонского кольца, показывающий рукой знак масона 33 степени из ложи Монклер, номер 144 в Нью-Джерси. Эдгар Митчелл, другой предполагаемый ходок по Луне с воздушного судна Аполлон-14, является масоном Ордера де Молле, в артеста ложи номер 29 в Нью-Мексико. Джеймс Ирвинс, Аполлона-15, последний человек, который лгал о ходьбе по Луне, был членом Тихон-ложи номер 104 в Колорадо-Спрингс. Дон Айзерли, с Аполлона-7, был членом Лютера-Бит-Рейнера ложи, номер 732 в Огайо. Гордон Куперс, борта Меркурия-9 и Близнецов-5, был мастером-масоном в Карбондель-ложи, номер 82 в Колорадо. Вирджил Грисом, с Аполлона-1 и 15, Меркурия-5 и Близнецов-3, был мастером-масоном Митчелл-ложи, номер 228 в штате Индиана. Уолтер Широ, младший, с Аполлона-7, Сигма-7, Близнецов-6 и Меркурия-8, был мастером-масоном 33-й степени, канаверал-ложи, номер 339 во Флориде. Томас Стаффорд, с Аполлона-10 и 18, Близнецов-7 и 9, является мастером-масоном и в Вестерн-стар-ложи, номер 138 в штате Оклахома. Пол Уайтс, со Скайлап-2 и Челленджера, в Лауренс-ложи, номер 708 в Пенсильвании. Астронавты НАСА – Нил Армстронг, Алан Шепард, Уильям Покх, Венс Брандт и Энтони Ингленд – у всех отцы также были масонами. Количество астронавтов, известных как свободные масоны или являющиеся выходцами из масонских семей, поражает. Вполне вероятно, что большинство астронавтов и людей, имеющих ключевое значение в НАСА, тоже связаны с братством, но не так открыто заявляют о своей принадлежности. Такое огромное количество масонов, являющихся членами старейшего и крупнейшего тайного общества в мире, участвующих в продвижении и распространении этой глобалистической гелиоцентрической доктрины, с ее основания до сегодняшнего дня, должно вызвать серьезные подозрения. Фред Клейнкнехт, глава НАСА, во время космической программы «Аполлон» теперь суверенный командор Верховного Совета и принятого шотландского устава масонства и южной юрисдикции. Это была его награда за ту программу. Все первые космонавты были масонами. В храме Верховного Совета в Вашингтоне, округ Колумбия, есть фотографии, где Нил Армстронг якобы стоит на поверхности Луны в своем скафандре, держа свой масонский передник перед Паховой областью. Уильям Купер Логотипом НАСА является гигантский красный раздвоенный змеиный язык, наложенный на звездное небо. Змеи, а особенно их раздвоенные языки, уже давно ассоциируются с ложью, обманом, хитростью, лицемерием, манипулированием и с сатаной и дьяволом. Почему Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства выбрало это в качестве своего официального логотипа? Организация Объединенных Наций, штаб-квартира правительства Нового Мирового Порядка, построенная на земле, пожертвованной Джоном Рокфеллером, масоном 33 степени, представлена логотипом-флагом, на котором четко изображена плоская земля, разделенная на 33 части. Есть 33 официальные степени шотландского устава свободного масонства, и флаг ООН показывает плоскую землю, разделенную ровно на 33 части. Почему основатели ОООН выбрали логотипом-флагом карту плоской земли, разделенную на 33 части? Как получилось, что Фред Клейнкнехт, глава НАСА, вышел в отставку и сразу же стал главой 33 уровня масонства? Как получается, что все праотцы теории шарообразной земли и многие астронавты НАСА, все являются масонами? Основой символизма ритуалов масонской эзотерической религии является поклонение Солнцу. С первого дня в ложе, посвященный в масонство, узнает, что свободное масонство основано на всем, касающемся света, просветления, освещения, отсюда иллюминаты, и, следовательно, поклонение Солнцу, как дающему свет. Все масонские залы сконструированы таким образом, чтобы соответствовать движениям Солнца. Они всегда намеренно расположены лицом на восток по направлению к восходу Солнца. Где милостивый Господь сидит далеко на востоке на троне с выгравированным изображением Солнца. Большой масонский фестиваль проходит во время христианского дня Святого Иоанна или 24 июня, иначе известного как День летнего солнцестояния, когда Солнце приходит к своей самой высокой точке в году. Что касается масонского обряда хождения по кругу, говорит историк масон 33 степени Альберт МакКей, В масонстве всегда обходили три раза вокруг алтаря во время пения священного гимна. При проведении этой процессии большое внимание было уделено движению, имитирующему ход Солнца. Этот обряд, несомненно, относится к доктрине к поклонению Солнцу. Масонство походит и является отголоском религий древних друидов, которые, подобно волхвам Персии и жрецам Гелиополиса в Египте, были жрецами Солнца. Они поклонялись этому огромному светилу как великому видимому представителю великой незримой первопричины. Христианская религия и масонство имеют одно и то же общее происхождение, так как происходят от поклонения Солнцу. Разница между их происхождениями в том, что христианская религия является пародией на поклонение Солнцу, в котором человека, которого они называют Христом, возвели на место Солнца и проявляют к нему то же почтение, которое изначально уделялось Солнцу. Многие обряды друидов сохранились в масонстве в своем первоначальном виде, по крайней мере, без каких-либо сильных искажений. В них Солнце все еще остается Солнцем, и его образ является великим символическим украшением лож и масонских одеяний. Это центральная фигура на передниках, также его носят на груди в виде кулонов, изображают в ложках и используют в своих процессиях. Солнце, как большой видимый представитель Творца, было объектом поклонения друидов. Все их религиозные обряды и церемонии имели взаимосвязь с очевидным происхождением Солнца через 12 знаков Зодиака и его влиянием на Землю. Масоны используют те же самые практики. Крыши их храмов или ложей украшены Солнцем, а пол представляет собой пеструю поверхность Земли с помощью коврового покрытия или мозаики. Символическое значение Солнца хорошо известно просвещенному и любознательному масону, и как реальное Солнце находится в центре Вселенной. Символ Солнца является центром настоящего масонства. Только масон-ученый знает причину, почему Солнце находится в центре этого прекрасного зала. Томас Пейн. Происхождение масонства. Реальной причиной того, почему Солнце находится в центре масонских залов, является то, что оно представляет собой ядро их пятивекового гелиоцентрического обмана. Во-первых, Солнцепоклонники забрали у нас древний природный 13-месячный лунный календарь и заменили его неестественным, нерегулярным 12-месячным григорианским солнечным календарем. Во-вторых, они поместили Солнце в центр Вселенной, а затем убедили людей, что Земля и все остальное вращается вокруг него. В-третьих, они сделали Солнце самым большим объектом на небе, предположительно в 119 раз больше, чем Луна, хотя мы можем ясно видеть, что они имеют одинаковый размер. В-четвертых, они понизили Луну до простого отражателя великолепного света Солнца, утверждая, что Луна не имеет собственного света. И, наконец, в 1969 году Солнцепоклонники на борту корабля Аполлон, названного в честь греческого бога Солнца, заявили, что совершили посадку на Луне, тем самым духовно и физически покорив ее. Древние мистические религии почитали Солнце, солнечный диск, как божество. Греки почитали Аполлона, как сына Солнца. Римляне отдавали дань Митрия, богу Солнца. Эти философии формируют основу поклонения иллюминатов и указывают на важность Солнца, как прикрытие их сатанинского божества. Сегодня масоны, как это делали еврейские старейшины, отступники и священники в дни Иезекиля, продолжают поклоняться Сатане под прикрытием бога Солнца, известному также под такими именами, как Люцифер или Баал, и под другими именами. Яхбулон – имя их великого бога, который открывается масонам высших степеней. Два из трех слогов в названии «бу» и «лон» означают «баал» и «он». Текс Марс – магический кодекс. Символ крылатого диска, располагающегося на видном месте над входом в масонские ложи, иллюстрирует солнечный диск с орлиными крыльями и двумя змеями. Этот древний символ, который всегда символизировал Солнце, был найден в египетской, шумерской, месопотамской, хетской, анатолийской, персидской, индейской, мексиканской и австралийской племенных культурах. Орлы также давно ассоциируются с Солнцем, так как они летают высоко, ближе всего к Солнцу, и могут смотреть прямо на его свет. Золотые солнечные орлы находились на верхней части жезлов римских генералов, как знак превосходства над армией. В Египте Хорус всегда был представлен в виде ястреба с Солнцем над его головой. Коренные американцы также связывали орлов с Солнцем, например, племя Абинаки, объектом поклонения которых был бог Орел Кисосен, вестник Солнца. Символ нашивки миссии НАСА Аполлон-11 иллюстрирует орла, садящегося на Луну. На нашивках Аполлона-16 и 17 также изображены орлы. Символ Аполлона-13 иллюстрирует трех лошадей, тянущих Солнце за собой, что является ссылкой на древнегреческую легенду о Гелиосе, боге Солнца, путешествующему по небу на своей колеснице с запряженной лошадьми. В общей сложности НАСА якобы высадило 12 мужчин и 0 женщин на Луну. Поскольку Луна всегда ассоциировалась с женственностью и номером 13, Солнце ассоциируется с мужественностью и номером 12. Высадка 12 мужчин на Луну в очередной раз является символом масонского патриархального братства, завоевывающего божественную небесную женственность. За этим также стоит оккультная причина, по которой Аполлон-13 случайно взорвался 13 апреля в 13 часов 13 минут. НАСА НАСА было создано для того, чтобы сделать межзвездные путешествия правдоподобными. Космическая программа «Аполлон» навязывала идею, что человек может долететь до Луны и пройтись по ней. Каждая миссия «Аполлона» была тщательно отрепетирована, а затем снята на больших звуковых сценах на секретном испытываемом полигоне комиссии по атомной энергии в пустыне штата Невада, а также на защищенной и охраняемой звуковой сцене в студии Уолта Диснеев, в которой находился макет Луны огромного масштаба. Все названия, миссии, посадочные площадки, а также события космической программы «Аполлон» были отражением оккультных метафор, ритуалов и символики тайной религии иллюминатов. Самым прозрачным был фальшивый взрыв на космическом корабле «Аполлон-13», названном «Водолеем. Новый век. В 13 часов 13 минут. 13 апреля 1970 года». Уильям Купер. Загадочный Вавилон. Так почему же на логотипах НАСА изображены змеиные языки и орлы? И почему такое большое количество астронавтов являются масонами? Ответом служит символ солнечного диска с крылатым орлом на пару вместе со змеей, найденной в каждой масонской ложе. Двуглавый орел является официальным символом 33 уровня масонства. Инициированные масоны на уровне 25 степени известны как рыцари медного змея, а на 28 уровне как рыцари солнца. Религия друидов, являющаяся предшественником современного масонства, была такой же, как у древних египтян, где жрецы правили из Гелиополиса, или города солнца, города, полного обелисков, построенных для их бога солнца Ра. Египтяне верят, что дух их бога солнца Ра находится в обелиске, поэтому они поклоняются и молятся обелиску всегда лицом на восток три раза в день, если это возможно. Самым большим обелиском в мире является монумент Вашингтона, созданный масонами в честь президента Джорджа Вашингтона. Для того, чтобы понять, насколько важен обелиск для масонов, вам следует пойти на кладбище, где похоронены масоны, и посмотреть на большинство могил с могильными плитами в виде обелисков. Дэвид Бэй. Доказано, что масоны поклоняются Люциферу. Как солнце было великим просветителем физического мира, так и змей был великим просветителем в сфере духовности, дав человеку знание о добре и зле. И в соответствии с Библией вы знаете, кто дал человеку знание о добре и зле. Сатана. Люцифер. Теперь, если адепты знали, что солнце является символом чего-то, что люди не поддержат, например, убеждение, что Люцифер, дьявол, является богом, которому они поклонялись, они должны были продолжать свой фарс, чтобы люди не решили прекратить поклонение. Потому что если бы овцы обо всем узнали, они больше не поддерживали бы их деятельности. Поэтому масоны должны скрывать свои убеждения от людей и прятать свое тайное поклонение в скрытых символах, чтобы религия солнца процветала. Уильям Купер. Загадочный Вавилон. Культу солнца приписывается позитивный характер. Этот культ был распространен в Древнем Египте, Месопотамии, Армении, Персии, Греции. Поклонялись солнцу также славяне, ацтеки, индейцы Северной Америки. Поклонялись ему и на Ближнем Востоке, также среди великих цивилизаций Азии, в Индии, Китае, Японии, а также в Римской империи. Как правило, солнце отождествляется с мужской энергией, с истиной и просветлением. Примечание переводчика. Первым человеком, представившим модель Вселенной с солнцем в центре, в 500 году до нашей эры, был Пифагор из Самоса. Пифагор также признается масонским историком, как самый первый масон. Мастер-масон доктор Джеймс Андерсон говорит в своей работе «Защита масонства», что он полностью убежден, что масонство тесно связано со старой дисциплиной Пифагора, которая, как я убежден, в некоторых обстоятельствах вполне справедливо может претендовать на источник. Мастер-масон Уильям Хатчинсон в своей работе «Дух масонства» писал, что древние масонские свитки положительно свидетельствуют о пифагорийской доктрине и василидианских принципах, являющихся фундаментом наших религиозных и моральных обязанностей. Мастер-масон Уильям Престон пишет, что Пифагор был в числе первых масонов, но утверждает в своей иллюстрации масонства, что Отчеты о братстве сообщают нам, что Пифагора регулярно посвящали в масонство, и, будучи должным образом посвященным в тайные искусства, он значительно продвинулся и распространял принципы порядка в других странах, которые он впоследствии посетил. Масонский историк 33-й степени Альберт МакКей в своей энциклопедии масонства пишет, что по возвращению в Европу Пифагор основал свою знаменитую школу в Кротоне, до Ирийской колонии на юге Италии, около 529 годах до нашей эры, которая очень напоминала то, что впоследствии переняли масоны. Его школа вскоре приобрела такую репутацию, что ученики стекались к нему со всех концов Греции и Италии. Основным догматом философской системы, которую учил Пифагор, было положение о метемпсихозе и переселении душ. Он учил мистической силе чисел, и большая часть символики по вопросу, которую мы сейчас изучаем, происходит от того, что было передано нам его учениками. Он был также мастером геометрии и еще считался изобретателем нескольких проблем. Школы, основанные Пифагором в Кротоне и других городах, были рассмотрены многими авторами как модели, которые послужили прототипами масонских лож. Ученики этой школы носили самую простую одежду при зачислении, отдавая все свое имущество в общий фонд, затем они в течение трех лет предавались добровольной бедности, и все это время они также были вынуждены соблюдать обет строгого молчания. Доктрины Пифагора всегда преподносились как безошибочные положения, которые принимались без аргументов. До поступления в эту привилегированную школу, предыдущая жизнь и характер кандидата тщательно проверялась, а в подготовительной инициации секретность была обеспечена клятвой. Жесточайшим испытанием подвергали его стойкость и самообладание. Тому, кто после зачисления был встревожен препятствиями, с которыми ему пришлось столкнуться, было разрешено вернуться в мир, и ученики, считая его мертвым, исполняли погребальный обряд и устанавливали надгробие в память о нем. Стиль жизни в школе Кроттоне напоминал жизнь современных коммунистов. Братья численности около 600 человек с их женами и детьми жили в одном большом здании. Они вставали до восхода, чтобы совершить поклонение солнцу. Их пища состояла в основном из хлеба, меда и воды. И хотя на столе часто присутствовали лакомства, никому не разрешалось их брать. Именно в этой тайной школе Пифагор дал наставление по поводу своей сокровенной доктрины и объяснил скрытый смысл своих символов. Были три ступени. Первая, или математическая, занималась изучением точных наук. Вторая, или теоретическая, занималась познанием Бога и будущего положения человека. Но третья, или высшая ступень, передавалась лишь немногим, чей интеллект был способен постичь полный плод пифагорейской философии. В дополнение к этим признаниям масонских историков, жизнь и творчество Пифагора во многом напоминали масонское братство, от его одержимости треугольниками и геометрией, до его культа школы, полной обрядов посвящения и промывания мозгов. Кандидаты были жестко отобраны, так же, как и кандидаты в масонство третьей степени. Их вынуждали детально отвечать на множество личных вопросов, а затем они получали от масонов вложить белый или черный шар. И лишь один черный шар означает недопущение или исключение кандидата. Если происходила инициация, пифагорейские посвященные должны были дать клятвы секретности и верности, а затем подвергались различным тестам, испытаниям и ритуалам, так же, как и в масонстве. Эта братья жила как коммунисты и поклонялись солнцу. Со временем они проходили серию из трех ступеней, в результате чего только привилегированное меньшинство на высшей ступени узнавали правду о символах и ритуалах. Многочисленные параллели пифагорейской школы и современного масонства слишком похожи, чтобы их игнорировать. К счастью для мира, гелиоцентрическая модель вселенной Пифагора не имела большого успеха в течение почти двух тысяч лет, до того, как другой предполагаемый масон Николай Коперник 27 лет своей жизни трудился над созданием своей обновленной модели под названием Солнечная система, которая также утверждает шарообразную Землю, вращающуюся вокруг Солнца. Рожденный в Пруссии в 1472 году, Коперник изучал философию и медицину в Кракове и стал профессором математики в Риме. Последние десятилетия своей жизни он стал одержан идеями Пифагора, и когда он впервые представил свою гелиоцентрическую доктрину миру, она была осуждена как ересь, из-за чего он был заключен в тюрьму и выпущен только после отречения от своего мнения. Он опубликовал свой знаменитый труд о вращении небесных сфер в 1543 году, в год своей смерти, и даже тогда настаивал на гипотетическом характере своего мнения. Коперник писал, «Учение Пифагора было основано на гипотезе, которая не обязательно должна быть правдой или даже вероятностью. Гипотеза о движении Земли является полезной для объяснения явлений, но ее не следует рассматривать как абсолютную истину». Такое устройство Вселенной, которому учат современные астрономы, основано исключительно на теории, истинность которой они не в состоянии подтвердить ни одним настоящим доказательством. Они укоренились в заговоре молчания и теперь отклоняются от ответов на любые возражения, которые могут быть представлены в отношении их гипотез. Сам Коперник, который возродил теорию языческого философа Пифагора и его главные последователи, сэр Исаак Ньютон, признались, что их система вращения Земли была лишь предположением и не может быть доказана фактами. Только их последователи украсили это именем точной науки. Да, по их мнению, самый точный из всех наук. Тем не менее, один королевский астроном Англии однажды сказал, говоря о движении всей Солнечной системы, «Этот вопрос остался в самом восхитительном состоянии неопределенности, и я буду очень рад, если кто-то поможет мне разрешить его». Какое печальное положение для точной науки. Дэвид Уордлоу Скотт, Террофирма Происхождение теории земного шара может быть прослежено и обличено как языческое. Оно было представлено в Египте греческим Пифагором около 500-х годах до нашей эры. Родом из Самоса, в юности он был великим путешественником. Он много путешествовал по Востоку и впитывал ошибочную идею о том, что Земля и море вместе образуют вращающийся земной шар, и что небесные тела являются другими, обитаемыми мирами. Пифагор вернулся в Европу и внедрил эти серьезные ошибки в своей собственной стране. Ньютон не был логиком, и ни одна часть его предположений не была сформирована логически. Он также не постарался приобрести это качество, которое является абсолютно необходимым для исследования и основателя истинной науки. Он провел всю свою жизнь в финансировании и формулировании разработки, которую он назвал Солнечной системой, опираясь на мифические заблуждения, которые первым Пифагор привез с Востока, и которые были подхвачены Коперником, Кеплером и Галилео. Без исследования правдивости предположений, Ньютон принял все вымыслы и гипотезы Коперника как само собой разумеющиеся. Леди Блант. Романтика науки. Коперник развел и другую теорию, которую он также объясняет в своем трактате о вращении небесных сфер, что если тело вращается вокруг другого тела, то первое из них должно иметь сферическую форму и вращаться вокруг своей оси на манер волчка. Следовательно, для того, чтобы сделать это понятие связанным с движением Земли вокруг Солнца, которое он замыслил для объяснения сезонов, он вдруг объявил, что Земля круглая, вопреки общему мнению того времени, а затем провозгласил, что она вращается вокруг своей оси. Большим неудобством в этом предположении является то, что вращение Земли не может рассматриваться как существующее в связи с положением Солнца или облаков в течение дня, или Луны и других планет ночью. С другой стороны, факт неподвижности Земли имеет большее преимущество по сравнению с теорией вращения, потому что он, предположительно, может быть распознан как таковой. И можно спокойно сказать, что если незаметно движение Земли, то существует 100 шансов из 100, что она не движется. Габриэль Генритт. Небо и Земля.